О грузинском опыте и параллелях с ситуацией в Украине говорим сегодня с гостем нашей студии. Это экс-госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариешвили. Здравствуйте, Паата. Добрый день. Когда началась война на Донбассе, сразу же ее начали сравнивать с событиями в 2008 году в Грузии. Скажите, можно ли сравнивать? Однозначно. Можно сравнивать. Как раз мы говорили, что если бы мировое сообщество тогда обратило бы серьезное внимание на события 2008 года в Южной Осетии, когда началась война между Грузией и Россией, я уверен, что тогда можно было бы избежать конфликтов в Украине. И аннексии Украины? Да, и соответственно. Я думаю, что между сообществом подумал, что это грузино-российские отношения всего лишь. а не российская экспансия, которая начала строить новые имперские проекты. И только по поводу Украины уже, и аннексия Крыма, и продолжающаяся пролиция в Донбассе, как раз всем показала, что это не российско-украинские отношения только. Конечно, там какие-то элементы есть, но в любом случае это новая российская политика, которая всех в ужас приводит. Роль России в развязании войны, что в Грузии, что в Украине, очевидна, да? Да, однозначно. А если сравнивать методы введения боевых действий? Ну, я точно не знаю методы боевых действий, как сейчас в Донбассе идет, но так как довольно долгое время идет, видно здесь совсем другие методы, чем в Южной Ассоции, то, что проходило в течение 50-60 дней, поэтому очень быстро закончился. Но, видно, здесь более, и территория большая, и однозначно широкая, и так как у нас горы, и более узкие, скажем так. То есть я не военный специалист, поэтому мне трудно судить, но в любом случае, военный ландшафт и количество людей, наверное, здесь больше влияет, и продолжительность боевых действий способствует больше, чтобы боевые действия больше выматывало население на местах. А то, что было в Грузии, можно ли назвать гибридной войной в Украине? Ну, тогда гибридная война еще так, хотя явно видно, что Россия использует какие-то интернет-средства против каких-то сайтов, но в любом случае, это все-таки была еще традиционная классическая война, даже в горных условиях, там действие было через танки, тяжелую технику, и все-таки решающий роль принимала решение все-таки авиации, российской авиации, она сразу смогла отключиться все грузинские, и так не сложные, и не совершенные ПВО, и практически воздух полностью контролировал Россию, и, соответственно, она смогла добиться военного превосходства. Вы уже говорили по поводу Запада, если бы тогда Запад более жесткую позицию занял в отношении России, возможно ли было бы избежать оккупации? Я думаю, что если Запад занял бы тогда ту позицию, которую сегодня занимает, может быть, даже недостаточно, но все-таки это четко, однозначно просматривается, я думаю, что Россия поняла бы, что она не сможет продолжать такую политику. Запад практически просил Россию, в этом, к сожалению, грузинские власти не смогли до конца показать Западу, слишком быстро Россия смогла вовлечь Грузию в боевые действия, и не видно была граница, разница, как все это начиналось. В Украине это все было четко, то есть украинцы показали четко, где агрессия и где украинские позиции, и, соответственно, однозначно было видно, что Украина является жертвой. А в Грузии так быстро все развивалось, и, к сожалению, наше тогдашнее правительство довольно напрягало ситуацию, что Западу было очень трудно найти какую-то границу, и это различие между позициями. И позже оно увидело, сразу невозможно было это увидеть, а в Украине сразу видно было, что как по Крыму особенно, как зеленый человечек, или как все это начиналось, однозначно видно было, что это была хорошо запланированная антиукраинская позиция, политика. Как проходили тогда переговоры с оккупированными территориями? До или после. До 2008 года проходило довольно интенсивно, и можно сказать, если бы не 2008 год, то по Южной Ассоции, по крайней мере, практически все было так хорошо шло, что к этому времени, к нынешнему времени уже было бы принято решение мирного договора, мирного сосуществования между грузинским обществом и ассоциским обществом. Потому что с 90-х годов там кровь не проливалась, и территория была полностью, скажем так, приемлема для грузинского и ассоциских обществ. Там вернулись беженцы, торговля шла, ассоциальные свободно приезжали в Тбилиси, мы приезжали в Цхинваль, и через Цхинваль могли попасть и в Россию. То есть было полностью соединено очень многие человеческие позиции. Там работал, действовал довольно серьезный рынок, который был прознен перед боевыми действиями. То есть я думаю, что мы потеряли большой шанс, вовлекаясь в ту авантюру, в ту провокацию, которую, к сожалению, нам устроили в Южной Ассоции. Ну, из опыта Грузии, как донести до населения правду происходящего? Да, до грузинского общества. Ну, если, например, население на Донбассе. Ну, население, да, здесь мне трудно, потому что я не специалист по Украине, мне трудно будет давать какие-то советы, но... Как Грузия, Домосец? Я считаю, что мы должны... Кто из России везде понимают хорошо. Да, поэтому наша задача, грузинские стороны, грузинское правительство, показывать с Ассоциейным и Абхазовым, какая разница между грузинской политикой и российской политикой. Они точно знают хорошо, как угрозы от России исходят. Просто они видят угрозы из грузинской стороны. Соответственно, наша задача была, и когда я занимал государственную должность, показать с Абхазами и Ассоциейным, что Грузия четко меняется, и для нас очень важны их интересы. Военность это не тот метод, который можно добиться каких-то решений. Я думаю, что если мы смогли бы, грузины, убедить с Ассоциейным и Абхазов, что в никакой случае мы не допустим появится действие, тогда никакая провокация с Россией не смогла бы нас вовлечь туда. А сейчас, конечно, мы очень надолго ушли назад, на несколько десятилетий, и надо снова начинать, и я думаю, что наш опыт отрицательный, к сожалению, больше всего, чем положительный, было бы неплохо. Могли бы назвать, какие ошибки допущены были? Да, я могу только про грузы говорить, конечно. Самая главная ошибка, что мы не учитывали интересы Абхазовой и Ассоцией. То есть Россия, такая Россия, как она есть, смогла лучше показать себя, чем демократическая Грузия, которая стремилась на Запад. То есть мы считали, что раз мы демократы, и раз мы идем на Запад, то однозначно считается, что и Ассоцией и Абхазии должны нам верить. Но мы не учитывали их опасения, их какие-то малочисленные народы, их языковые проблемы, их экономические проблемы. К сожалению, вот эти не были учтены в строительстве своего государства Грузии с 90-х годов. У нас был период национализма, период очень серьезный был коррупционный этап, и волонтаризм, авантюризм. Но, к сожалению, во всех этих эпизодах мы не видели, что Абхазы и Ассоцией, они такие же государствообразующие народы, как грузины, и, соответственно, не рассчитывали на их участие. В итоге это пустое место занимала Россия. Россия удовлетворила их потребности, которые никогда не будут реализовываться. Независимость, они никогда не получат от... Независимость признания это одно, а реально независимость другое. Даже один абхазский такой коллега мне сказал, довольно известный политик, что раньше у них было больше независимости, но не было признания. Сейчас у них есть признание, но нет независимости. Поэтому больше надо внимания, мое мнение, что мы должны были больше уделить внимание нашему населению. Что сейчас начали делать? Там здравоохранение помогаем, другими экономическими проектами, образованием. Но они медленно-медленно идут, явно не доверяют. Я думаю, что вот сейчас вы за либерализацию получили, и думаю, что это тоже поможет. Но опять-таки эти проекты, все эти шаги недостаточны. Надо работать именно на урегулирование конфликта, а не только на создание каких-то продуктов, которые непосредственно не касаются разрешения конфликтов. Ну и проработав 4 года на посту министра по вопросам примирения, как вы изменили политику по отношению к оккупированному территорию? Конечно, если честно, то я недоволен. То есть любой здравомыслящий человек, когда идет куда-то, он представляет, что он должен делать. Ну на 100%, представляет. Он точно знает, что 100% ничего невозможно реализовать, хотя на 80% это здорово. Я даже на 30% не смог сделать то, что я задумывал, потому что разные... Это не значит, что я прав, кто-то виноват. То есть разные... Сталкиваются разные проекты, разные идеи, разные политики. И надо со всеми считаться. И очень медленно идет разрешение конфликтов. К сожалению, лучше никогда не надавайте конфликты, потому что оттуда выходить очень трудно. Разрушить дом очень легко. Построить это очень трудно. Поэтому я думаю, что несмотря на это, что я недоволен, мы очень много всего сделали, чего не было за 25 лет. Мы окончательно остановили агрессивную риторику. Из Тобилиси, в Сухубе, в Схидвале не идут агрессивная политика. То есть они не слищат. Они не могут цитировать грузинских политиков, что обезоруживает их. Потом показали, что Грузия четко идет в сторону Запада. То есть землякарские институты, землякарские ценности, право человека, право меньшинств. Это все явно на них влияет. Что наша политика ориентирована на человека, на здравоохранение, на социальные и другие проекты. Однозначно показывает, что полностью нет коррупции. То есть коррупция исчезла. Это все однозначно показывает, что у них есть выбор. Вот такая Россия и перспективно такая Грузия. Так что я думаю, что самая главная наша задача должна быть ни в коем случае не поворачиваться назад, ни при каких условиях, идти в сторону Запада. И только через Запад можно, и западные ценности, через землякарские институты, и гражданские ценности можно такие вопросы решать. Это довольно сложные вопросы. Спасибо большое. У нас в студии был экс-министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закадьешвили.